Виджаэнти Мала продемонстрировала свой танцевальный талант в десятках фильмах, но, пожалуй, больше всего раскрылась в исторической драме «Амрапали» режиссера Лекха Тандона. Одетая в блузки без бретелек, облегающие драпированные тхоти и яркие украшения, которые подчеркивают ее классические черты лица и глаза, похожие на драгоценные камни, Виджаэнти Мала создала образ незабываемой танцовщицы в этой романтической драме. Как оказалось, фильм стал одним из главных провалов 1966 года. Но, как и многие другие проекты, проигнорированные в момент выхода, с годами «Амрапали» приобрел большую окраску и значение. Основанный на знаменитой легенде и ранее уже имевшей экранизацию в 1945 году, фильм рассказывает историю придворной танцовщицы королевства Вайшали, которая влюбляется в Аджаташатру в исполнении Суни Ладата, правителя вражеского королевства Магадха. Аджаташатру пробирается в Вайшали под видом раненого солдата. Пока Амрапали нежно перевязывает его раны, между героями расцветает любовь. Символическая близость на лодке знаменует союз влюбленных, но политическое соперничество, война и государственная хитрость заставляют Амрапали пройти путь от любви к отречению. Амрапали – публичная женщина. Она придворная танцовщица и, следовательно, принадлежит тому, кто больше заплатит. Но с ней обращаются с достоинством, поскольку Вайшали – очень справедливое королевство. Амрапали имеет собственное мнение и непоколебимо в своей верности родной земле, чем вызывает ей еще большее уважение. Лекх Тандон дебютировал в качестве режиссера с романтической комедией «Профессор» в 1963 году, поработав ассистентом режиссера в нескольких постановках. Он был очарован книгой, которую прочитал в юности, и мечтал снять фильм, в котором были бы изображены язык, культура и единство того времени. Главную роль в фильме должен был сыграть Шами Капур, но он отказался. Тандон, разочарованный отказом Капура, хотел было отказаться от проекта, но продюсер попросил Лекха не делать этого. Именно вера продюсера привела к прекрасному сотрудничеству режиссера и технических специалистов, которые усердно работали над сочетанием аутентичности и зрелищности. Я помню, как в то время встретился с директором музея «Принцев Уэльских», и он сказал, что индийские режиссеры не могут снимать аутентичные фильмы. «Это меня очень задело, я понял, что хочу доказать обратное», – вспоминает Тандон. Пхануа Тайя, получившая премию «Оскар» в 1983 году за биографический фильм «Ганди», провела большое исследование костюмов, посетив памятники наследия Аджанты и Элоры в Оурангабаде. Фильм должен был быть снят на месте, но в конечном итоге был перенесен в съемочный павильон, который построили в Мумбаи. Оператор Дварка Дивича, на счету которого такие фильмы, как «Китайский квартал» и «Мести закон», особое внимание уделил освещению. Он использовал три набора источников света для Виджейн-Тималы. Один для лица, второй для средней части тела и еще один для всего тела. По словам Тандона, одной из главных причин провала Амрапали было использование классических диалогов на хинди. «В то время среди зрителей был более популярен Урду, и это погубило фильм», – сказал он. «Зрители не понимали языка. Пропаганда буддизма, к которому пришла главная героиня после того, как осталась в ужасе от разрушительного действия войны, также сработала против фильма», – предположил Тандон. Несмотря на провальный показ в 1966 году, Амрапали остается одним из самых известных фильмов Тандона, за которые он до сих пор получает высокую оценку. Этот фильм также является одним из самых ярких моментов в карьере Виджейн-Тималы, и режиссер до конца жизни был признателен актрисе за ее самоотверженность. «Она была слишком хороша и слишком велика», – сказал он. «Она восприняла фильм как вызов, пропустила его через себя». Во время съемок на пруду, в знаменитой сцене близости героев, у Виджейн-Тималы была большая температура. Неудивительно, что она была разочарована, когда фильм не имел успеха. Друзья, а вы смотрели это кино? Поделитесь своим мнением в комментариях. С вами была Мила, до новых встреч!